Жизнь ворота! Жизнь ворота! Антология Уркагана Смотрящий за Ставропольем вор в законе Эко Карабавский. Разыгравшиеся в финале перестройки многочисленные кровавые межнациональные конфликты водрузили крест, не только на декларируемом десятилетиями интернационализме и дружбе народов СССР, но и поставили под сомнение всесилие власти, генералов криминального мира, вынужденных вспомнить о своей национальной принадлежности. Армянские погромы в Сумгаите заставили сняться с родных мест тысячи беженцев. К ним вполне могли причислить себя братья-воры, в законе Рудик Бакинский и Вачик из Шестипалой, а Гановы, покинувшие со всей роднёй Баку. Они заблаговременно поняли, что высокий криминальный статус не станет надёжной защитой в разгорающемся конфликте между гражданами двух соседних стран. Вор в законе Айко-Карабахский, Никогосян, оказался почти в таком же сложном положении, как и его бакинские соплеменники. В итоге ему также пришлось покинуть насиженные места. Его родной посёлок Мордокерт оказался на передовой вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе. Вступать в народное ополчение будущему вору в законе оказалось не с руки. Он решил переехать в Россию, выбрав местом прибежище Ставропольский край. Напоминание о малой родине навсегда осталось в его воровском имени Айко-Карабахский. Айко-Карабахский и компания. Титул вора в законе Айко получил в 1995 году уже после переезда. Его крёстными отцами стали выходцы с Закавказья, Рудик Бакинский, его земляк Паша Стражник, Стражников, и Кутаисец Пуча, Бочерешвили. Айко-Карабахский получил имя вовремя. Пройдёт всего несколько лет, и всё его крёстные отцы окажутся на том свете. Не протяни они немного времени, могло получиться так, что некому было замолвить Зайко слово. Паша Стражник приедет погостить в грузинский Зистафани, и окажется жертвой несчастного случая. Буча в том же 1997 году умрёт от хронического заболевания в Сочи. Рудик Бакинский будет расстрелян в подмосковном кафе зимой 1999 года. Таков будет итог его противостояния с дедом Хасаном в криминальной войне за лидерство в России. Обе стороны сначала пытались решить вопрос на сходках, но дальше пошла эскалация конфликта, приведшая к многочисленным жертвам. Айко-Карабахский оказался на стороне Рудика Бакинского, отождествлявшего себя с хранителем воровских традиций. Деда Хасана с его компанией воров они называли обновленцами, упрекая их в активном занятии коммерцией. Впрочем, разница между идеологией конфликтующих сторон была весьма условная. От ремесла вора-карманика оба лидера группировок были удалены одинаково далеко. Рудик поручил Айко стать проводником его политики на Ставрополье, вскоре ставшим ареной не менее ожесточенных, чем в Нагорном Карабахе столкновений. На кону стоял второй по значимости в России, курортный район, Кавказские минеральные воды. Как и в Москве, самым решающим аргументом оказалось оружие. Пули киллеров миновали Айко, но его единственному крестнику Диме Георгиевскому, Мовчан, повезло меньше. Наемные убийцы заявились в ресторан «Бристоль», где собралась провести вечер воровская компания, съехавшаяся со всего края, и безжалостно расстреляли всех присутствующих. Дима Георгиевский умер в больнице Есентуков. Из тех воров, с кем часто встречался Айко в те времена на Ставрополье, единицы остались живы или при своих. Это Боря Апакила, Апакия, и Рашид Джамбульский, Хачатрян. Развенчанный коро, Мамедов, продолжает отбывать долгий срок на Урале. Сына Апакила Жуку расстреляли, недалеко от погран-перехода Псоу на шоссе в поселке Блинова. До Эда Атимберянского убийцы добрались на Лазурном берегу. Его убили в Ницце в 2011 году. Брат Рудика Ворвачка с Шестиполой скончался, от овердозы в Москве, пережив своего старшего брата на несколько лет, так и не отомстив убийцам. Конфликты с ворами. Несмотря на принадлежность к высшей касте, обязывающей соблюдать уважительное отношение друг к другу, между членами одной команды, объединенными общей целью, нередко вспыхивали ссоры. Может быть недостаток единства, послужил причиной поражения группы воров, сплотившихся вокруг Рудика Бакинского. В 1997 году в Сочи, была проведена воровская сходка, приуроченная к годовщине со дня смерти вора Бучи. В курортный город приехала представительная делегация. Посетив могилу соратника на городском кладбище, воры в законе, как и положено, собрались в ресторане помянуть усопшего. За рюмкой незаметно разговор переключился на текущие дела. Вачикас Шестиполой настоятельно рекомендовал принять в семью, новым членом одного из своих людей. Айко Карабахский ему возразил. За претендентом в Ставрополе закрепилась слава отмороженного рэкетира. Существовавшие стандарты к кандидатам не оставляли ему шансов. Вачикас настаивал, а Айко не соглашался. Кончилось все тем, что бакинский армянин огрел Карабахского армянина, подвернувшимся под руку костылем. Завязалась драка. Воров растащили по разные стороны. Из ресторана они оба вышли врагами. Рудику бакинскому пришлось потратить много усилий, чтобы помирить их. В другой раз драка с ворами в законе закончилась для Айко Карабахского очень плохо. В 2003 году воры со всех уголков бывшего союза собрались в Ереване почтить память свора Афа Багдасарян. Он умер в Лефортово 10 лет тому назад и был похоронен на самом престижном кладбище армянской столицы Тохмах. В 10 метрах от могилы Айко вступил в схватку с двумя молодыми ворами в законе монетит Хасамо Арутюнян и Бджейереванским Асатрян. На следующий день их стычка была решена дедом Хасаном не в пользу Айко. По большому счету Хасан воспользовался случаем, чтобы свести счеты со сторонником, уже устраненного с пути своего давнего врага, Рудика Бакинского. Возвращаться в Россию разжалованный Айко не стал. Он остановился в Армении. Родина оказалась для него весьма негостеприимной. Если в Ставрополье его частенько без всяких фатальных последствий, просто арестовывали, то в Ереване Айко быстро отправили в командировку на целых 6 лет, причем в условия строгого режима. Зэки довольно дисциплинированный народ. Если вора в законе лишили титула, то все, включая его самого, должны неукоснительно выполнять это решение. Самозванцев строго наказывают. Айко в тюрьме вел себя, как действующий вор, и другие обитатели колонии относились к нему соответственно. Более того, он предъявил претензию к сидевшему, вместе с ним вору Ростику Конскому, Хачикян. Она заключалась в том, что вор в законе не должен носить обязательную, для всех остальных заключенных, бирку с фамилией, номером отряда. Сам Айко так всегда поступал. Айко Карабахский, последние новости. Выйдя на свободу, Айко Карабахский предпринял попытку устранить некую двойственность своего положения. Ему должен был помочь в этом какой-нибудь действующий вор. Для возвращения в воровскую семью он выбрал Квижаевича, Чехладзе. Молодой вор в законе давно раздумывал, над вопросом кровной мести. Его отца прямо в собственной квартире убил вор Дата Патийский, Милкадзе. Юноша стал не только свидетелем убийства родителей, но и сам получил ранение. Повзрослев, он выбрал путь отца. Неотмщенная кровь родителей бросала на его репутацию тень. Айко Карабахский вызвался помочь ему. Он свел вора с неким Хачуликом, взявшимся за организацию акции возмездия. Нарушения воровских понятий в планируемом убийстве не было. Дата Патийский давно отошел от воровской жизни, всерьез занявшись бизнесом. Киллер подкараулил его на автостоянке перед торговым центром. Шансов выжить у Дата не было. Убийцу довольно быстро вычислили и арестовали. Им оказался армянин Бахши Петросян. На следствии и в суде он, отрицая саму вероятность заказа на убийство, упорно твердил, что убил жертву из-за личной неприязни. Главного организатора Хачулика раньше милиции, нашли друзья Дата Патийского и застрелили в Новокосино. От греха подальше, Айко выехал переждать время в Украину, в гости к вору Гуги, Блонти. В 2014 году вернувшегося Айко Карабахского, арестовали в Лобни, и через несколько месяцев судили по стандартному, для нынешних воров законе обвинению в хранении наркотиков. На три года его изолировали от общества сначала под Казанью, а потом в знаменитом Владимирском Централе. Едва выйдя на свободу, он снова был задержан. На этот раз его насильно депортировали в Турцию. Российский период биографии навсегда закончился. Наступил турецкий период, который сразу начался с приключений. Не успел Айко как следует обжиться на новом месте, как на него прямо в собственном доме было совершено покушение, закончившиеся пулей в спине и госпитальной койкой. По слухам с ним пытался рассчитаться зять одного из противников драки, произошедшей на кладбище Тохмах. Прошло почти 15 лет, а страсти все-таки не успокоились. По другой версии к устранению Айко Карабахского, приложил руку вор в законе Заплинина Канский, Сагаян. Так или иначе, криминальные армяне не менее горячие и агрессивные, чем их грузинские коллеги. Освободившийся вор в законе Айко Карабахский, депортирован из России. Москва. 17 марта 2017 года. Интерфакс.ру, криминальный авторитет, известный как Айко Карабахский, депортирован из России после отбытия срока наказания за незаконное приобретение наркотиков. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр МВД РФ. Как отмечается в сообщении, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с Управлением по вопросам миграции у МВД России по Владимирской области, а также УФСИН по Владимирской области провели ряд мероприятий. В результате них было принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации 54-летнего уроженца одной из республик Закавказья, именуемого в криминальных кругах Айко Карабахский, говорится в сообщении. В пресс-центре отметили, что в пятницу по истечении срока отбытия наказания за преступление, предусмотренные частью 2, статьи 228 УК РФ, незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в одной из колоний Владимирской области Айко Карабахский был депортирован из РФ. Эхо овощных войн Бирюлева, зелень разменяли на пули. Задержанный армянский вор в законе Айко Карабахский, признался в убийстве криминального авторитета Эльгара Чилбирлы. Полицейские задержали в подмосковной лобне вора в законе. Задержание произошло еще 20 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Отмечается, что задержанный был судим за распространение наркотиков. Он гражданин Армении, 1963 года рождения. Кличка задержанного – Айко Карабахский. Полицейские задержали в подмосковной лобне вора в законе, сообщает в понедельник агентство РАПСИ, со ссылкой на представителя пресс-службы областного главка МВД. В городе Лобня, в ходе обработки оперативной информации по уголовному делу, за убийство другого вора в законе, задержан гражданин Азербайджана, 1982 года рождения. В ходе обыска по месту жительства были обнаружены два пистолета, обрез охотничьего ружья, а также боеприпасы различного калибра, сказал собеседник агентства, уточнив, что задержанный был судим за распространение наркотиков. 20 марта примерно в 18.45 у дома 11 по Каширскому шоссе был задержан гражданин Азербайджана, ранее судимый за распространение наркотиков, ныне преступный авторитет, временно проживающий у жены в подмосковной лобне, передает сегодня агентство Интерфакс. 21 марта полицейскими был проведен обыск, в ходе которого в городе Лобня на улице Керамической были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, револьвер Торос калибра 9 мм, обрез охотничьего ружья ИШ-58,8, патронов различного калибра. Задержанный подозревается в убийстве вора в законе по фамилии Челдырлы. Как рассказали российской газете в Следственном комитете РФ, 5 февраля 2014 года, примерно в 1 час ночи в салоне автомобиля Тойота, припаркованного на территории гаражного бокса, в районе Петровско-Разумовского проезда, обнаружено тело гражданина Азербайджана Илгара Челдырлы с огнестрельными ранениями. Установлено, что в ночь на 5 февраля два преступных авторитета встречались на территории гаражей в Петровско-Разумовском проезде, где между ними возникла ссора, цитирует агентство Болт-Инфо источник в правоохранительных органах. Когда вор в законе, 41-летний уроженец Азербайджана Ильгар Челдырлы, сел в автомобиль и собирался уехать, его оппонент открыл огонь, расстреляв машину и тяжело ранив ее владельца. Стрелявший с места происшествия скрылся, раненый скончался на месте происшествия. В пресс-центре МВД РФ Интерфакс подтвердили, что 21 марта, с 1.00 до 3.30, в Московской области в городе Лобня на улице Керамической, сотрудники БУ МВД России по городу Москве в ходе проведения обыска по ранее совершенному убийству, 5 февраля, обнаружили и изъяли вышеперечисленное оружие. Все изъятое принадлежит задержанному 20 марта, за совершение данного преступления неработающему гражданину Азербайджана, 1982 года рождения, сказал сотрудник пресс-службы. Официальный представитель столичного главка СКР Виктория Цыпленкова сообщила, что задержанный мужчина дал признательные показания, пояснив, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения. Также задержанный указал, где спрятал орудие убийства, после чего оно было обнаружено и изъято. В отношении подозреваемого по ходатайству следствия, избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных часть 1 статьи 105, части 1 статьи 222 УК РФ, убийство и незаконный оборот оружия, сказала госпожа Цыпленкова. 11 февраля в публикации Агентства федеральных расследований и ФЛБ Бирюлева переехала в Кунцево, говорилось, криминальный контингент, который действовал на территории Покровской плодовощной базы в Бирюлево, перебрался в другой район Москвы, Кунцево. Именно там теперь обосновался оптовый рынок по торговле зеленью, в борьбе за право контроля над которым за последние годы были убиты десятки человек. В Кунцево объявились и представители воров в законе, связанные с этим бизнесом. Передислокация рынка уже привела к первому заказному убийству, был застрелен авторитет Эльгар Челдырлы, передавало агентство Росбалт. Криминальный авторитет Эльгар Челдырлы застрелен в машине в Москве. Полиция обнаружила тело в салоне машины на севере российской столицы, сообщала 6 февраля азербайджанское интернет-издание СС. Полицейским удалось установить личности троих людей, которые могут быть причастны к убийству уроженца Грузии Эльгара Челдырлы. По данным московских оперативников, с вором в законе перед коронацией расправились его же земляки, сообщала тогда LifeNews. В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что за несколько часов убитый звонил своей гражданской жене Нане Шамуге. Мужчина сообщил, что он на встрече с земляком, далее супруга услышала речь незнакомца, который ей сказал в трубку, «Не переживай, сестра, я довезу его в сохранности». Через пару часов Челдырлы нашли уже мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах. Как оказалось, земляков в автомобиле убитого Toyota F4 было трое. Об этом рассказал и свидетель убийства, автомеханик в гараже по соседству с местом преступления. Он заметил троих мужчин, которые сразу скрылись с места убийства, но самого момента преступления он не видел, поскольку был в своем гараже. 37-летний гражданин Азербайджана рассказал, что услышал выстрелы, и как машина Челдырлы врезалась в автомобили Kia Renault. Сразу после стрельбы эти автомобили скрылись с места преступления, а криминальный авторитет остался истекать кровью. В ходе оперативно-следственных мероприятий удалось установить личности всех троих, они оказались уроженцами Грузии. Ведется поиск подозреваемых. Как сообщил источник в правоохранительных органах, после волнений в Бирюлево, произошедших в октябре 2013 года, представители различных криминальных группировок, действовавших на Покровской базе, покинули этот район. О них сыщикам ничего не было слышно более трех месяцев. Однако теперь они вновь объявились. На этот раз, в районе Кунцево. По словам собеседника агентства, именно туда, из Бирюлева, переехал оптовый рынок по торговле зеленью, отмечал автор публикации в агентстве Росбалт. Сейчас в Кунцево едут все фуры, груженные луком, петрушкой, укропом и так далее, рассказал источник в правоохранительных органах. Там же работают оптовики с Покровской базы, а также непременно присутствующие рядом с ним надзирающие от воров в законе. Так, в Кунцево были замечены люди, из группировки законника Равшана Джанеева, Равшан Ленкаранский, которые в 2009-2012 годах получали оброк с поставщиков зелени в Бирюлево. В 2013 году оптовый рынок по торговле зеленью, находившийся на Покровской базе, на время перешел под контроль группировки криминального генерала Мираба Джангвиладзе. Однако такое положение дел просуществовало недолго. После зачистки в Бирюлево база и рынок были закрыты. Потом сам Мираб был арестован в Европе. Поэтому, когда рынок вновь заработал в Кунцево, он опять оказался под контролем старого хозяина, Равшана Джанеева. Это уже привело к нескольким конфликтным ситуациям. Во-первых, с представителями Джангвиладзе. Впрочем, здесь стороны еще могут договориться, кланы Мираба и Равшана являются дружественными. Во-вторых, у Джанеева возникли проблемы с группировкой авторитета Ильгара Челдырлы. Ее представители уже довольно давно контролируют выходцев из Азербайджана, занимающихся торговлей, фруктами и овощами на территории Юзао-Изао Москвы. Сам Челдырлы имел большой вес в криминальных кругах, как-то даже рассматривался вопрос о возможности его коронации, вором в законе, предполагал журналист Росбалта Юрий Вершов. Челдырлы ранее был трижды судим за тяжкие преступления. Последний раз оперативники задерживали его в Черемушках, в 2011 году. Тогда экспертиза показала, что авторитет недавно употреблял морфин и кокаин. Но поскольку самих наркотиков при себе у Челдырлы не оказалось, его только лишили прав управлять автомобилем срок на один, вот и семь месяцев. По словам источника агентства, Челдырлы, на чьей территории и заработал оптовый рынок зелени, претендовал на доли от прибыли. Однако представителей Равшана Джаниева это не устраивало. А в ночь на 5 февраля Челдырлы был расстрелян в своем автомобиле. Стоит отметить, что оптовый рынок зелени никогда не имел постоянной прописки. В начале он действовал на территории Басманова рынка, потом переехал в район Киевского вокзала, затем обосновался УМКАД. Последние годы петрушка и укроп стекались на Покровскую базу. Почти вся зелень, которая поступает на базары, в магазины, рестораны, кафе, проходит через этот оптовый рынок, рассказывал ранее агентству один из оперативников. Ежемесячно туда приходят от сотни до нескольких сотен грузовиков с товаром. С каждой машины лидеры криминальных кланов раньше получали около 100 тысяч рублей, сейчас цена оброка возросла до 150 тысяч рублей. Несмотря на смену мест дислокации, неизменным оставалось то, что рынок по торговле зеленью контролировался разными группировками воров в законе. А смена криминального генерала, курирующего этот лакомый кусок, непременно сопровождалась стрельбой. За последние годы в криминальных войнах за рынок зелени были убиты десятки различных гангстеров. Сейчас оперативники ожидают новой такой войны. На территории ЗАО и ЮЗАО уже было зафиксировано несколько разборок. Потом последовал расстрел Чилдырлы. И на этом список преступлений, связанных с рынком, явно не закончится, полагал журналист Росбалта. Ранее на ФЛБ о криминальной активности в РФ, после убийства деда Хасана и зачистки овощебазы в Бирюлево, гранаты не той системы, вора в законе отвезли зелень в Сколково, вора в законе смешались нелегалами, герой овощных войн читает о былом в СИЗО, Бирюлева, без базы и без крыши, Бирюлева переехала в Кунцево, овощебазовый инстинкт, овощебазов Бирюлева, 20 лет назад, Сутулы не вышел из зимнего сада, причастен к десяткам смертей, Артем Липецкий влип без крыши, племянник деда Хасана дал пальчики, Европол разгромил кутаистский клан русской мафии, клан деда Хасана улетит одним самолетом, преемника деду Хасану присмотрели в испанской тюрьме, грузинам заготовили ответку, Тбилиси поставил последнюю точку в истории СССР, началась охота на врагов деда Хасана, авторитет остался в России, последний путь деда Хасана, 40 минут на улице правды. Наследство деда Хасана начали делить, уже в день его убийства, стрелок не попал в камеры, 6 пуль для деда Хасана, Москву очищают, от воров в законе в ожидании войны кланов, воров в законе не успели пообедать, в Москве убить связник деда Хасана с МВД, дед Хасан не провел конкурентов и полицию.